Что такое инициативное бюджетирование, как попасть в эту программу, на кого она рассчитана и кто может претендовать на реализацию своих идей, об этом нам подробно рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова от первого лица. Несколько лет назад я была на конференции «Шаг в будущее», где ученик Нижней Сартымской школы представлял уникальный проект по благоустройству территории своего поселения. Недавно я общалась с выпускниками Локосовской школы, когда у детей уже был готов проект по созданию креативных пространств, в частности установка арт-скамеечек в поселении Локосово. То есть мы видим, что идея не рождается, но идея остается идеями и на бумаге, потому что нет финансирования. Что такое инициативное бюджетирование? Это возможность привлечь наших обучающихся и молодежь в привлечение бюджетных средств. Это могут быть средства как районного бюджета, окружного и федерального бюджета, для того, чтобы эти идеи получили воплощение и стали на самом деле креативными пространствами не только в школе, на территории школы, но и в поселениях. Для себя, как для управленца, я выстроила цикл мероприятий для того, чтобы, во-первых, ввести в курс дела наших руководителей, обозначить и провести обучающие семинары для тех людей, которые непосредственно работают с нашими детьми. И хотелось бы активности наших общественных организаций ученического самоуправления, которые есть на сегодняшний день в школе. То есть это новый виток развития школьного ученического самоуправления, когда мы будем видеть, во что дети могут превратить свои идеи. Мы с вами говорим о том, что вот дети приезжают на велосипедах в школу, а не везде у нас есть велопарковки. Это тоже может стать проектом. Несколько лет я настойчиво прошу директора Локасовской школы сделать изюминку в поселении и сделать подсветку из школы, как бы красиво выглядела наша школа в ночное, в зимнее время в сельском поселении. Поэтому вот это наша идея, но самое главное, мы хотим, чтобы идеи шли от детей. То есть здесь самое главное не переборщить и объяснить детям, но они должны сами предложить, что ему интересно, сделать каворкинг-зону в своей школе, благоустроить территорию школы или пойти уже в поселение и поставить, наверное, арт-скамейки или что-то еще. Поэтому сейчас мы продумываем механизм финансирования. Тем более у нас уже на уровне района есть конкурсная поддержка, на уровне округа есть конкурсная поддержка. Мы создадим рабочую группу для того, чтобы сопровождать данные проекты.